У нас дети очень хорошо кушают. И нам всегда спасибо говорят. Да, у нас всегда все горячее, все свежее. Да еще и ароматное. Рейд, посвященный качеству питания учащихся, начался в 47-й школе как раз во время обеда. Сегодня в меню макароны с мясной котлетой, салат и чай. Многим нравится, уплетают за обе щеки. Лишь единицы ограничиваются печеньем, принесенным из дома. Споры вокруг школьного питания идут давно, после того, как вышли новые санитарные правила, где оговаривается запрет на принесенную из дома еду. Уполномоченный по правам ребенка Иван Катанаев поддерживает такое предложение. Наверное, в этом есть очень много полезного, потому что по закону за организацию питания отвечает образовательная организация. Если, не дай бог, что-то произойдет, отравление и так далее, отвечает прежде всего директор. Что приносит? Приносит в какой-нибудь контейнере, в одном контейнере, скажем, получерный банан, тут же конфета, тут же котлета. Проконтролировать качество и безопасность вот этих продуктов, которые дети приносят себе, ну, в принципе, невозможно. Меню составляется согласно требованиям Роспотребнадзора с определенным содержанием в еде белков, жиров и углеводов. А вот цены, хоть и разные, но сильно не отличаются. Обед в столовой в среднем стоит 70 рублей, завтраки, если они есть, по 45. Компанию, которая будет поставлять продукты и кормить учащихся, выбирает администрация школы. Вадим Рычков много лет занимается организацией питания в учебных заведениях. Сильно удивился, когда прошлой весной прочел новость о том, что эту функцию могут передать компании Медфуд. Я сам лежал в больнице, я видел эту пищу Медфудовскую. И видел, как у меня мама лежала здесь в клинической больнице, сердцем. И тоже, что приносили. Мы носили каждый раз из дома, каждый день. Утром, обед и вечером пишут, чтобы она кушала. И так все в палате. У меня в этом году идет внучка в школу. Я бы был против, чтобы моя внучка, допустим, мои дети питались этой пищей. Потому что, честно, это очень отвратительная еда. Следующее учебное заведение, которое посетили эксперты УНФ и специалисты комитета образования – 21-я гимназия. Светлая, чистая, просторная. Трудно поверить, но именно здесь пару месяцев назад отравились школьники. Работник заболел ротовирусной инфекцией и заразил детей. После инцидента директор гимназии Татьяна Гарбус расторгла договор с компанией, которая ранее готовила пищу. Нашла другую. Теперь здесь строго следят за качеством продуктов. К примеру, организовано только горячее питание без буфетов, закусок и домашних бутербродов. Мы с родителями обсуждали, что бутерброды нежелательно. В каком плане? Но, представляете, ребенок приходит в пол-восьмого, в восемь на уроке, если в два часа он будет есть этот бутерброд. Мы убеждаем родителей, что все-таки здоровое питание должно быть школьное. Совсем другая картина в 47-й школе. Одной из старейших в городе. Столовая совсем тесная, а ведь здесь учатся более тысячи детей. Есть буфет, где продаются яблоки, мандарины, бананы и даже шоколадные батончики. Они воскребованы детьми. Они вообще-то разрешены. И, естественно, улица очень серьезная перехода. Если мы здесь не будем, они, естественно, будут бегать в магазин, который рядом. Они не запрещены. Просто преподаватель. Осуществлять питание своими силами, по словам директора, нет возможности. Поэтому тоже заключили договор с компанией по аутсорсингу. Кому-то очень вкусно. Кто-то добавку берет. А кто-то желает, чтобы бутерброды с крой были. А с собой приносит? Никогда. Вы как-то запрещаете? У нас разговоры на общешкольном родительском собрании. В сентябре. Мы этот вопрос поднимаем, объясняем, почему. Потом мы голосуем. И, естественно, уже следим за этим. Всего эксперты ОНФ и специалисты комитета образования в рамках рейда по улучшению качества питания посетили пять школ. Все недосчеты были отмечены и будут устранены. Гулял Хасова, Анатолий Мишаков, ЗАПТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова